Всем здорова народ, играем в очередную мод из конкурса квестов 2024, на очереди у нас модификация проект Вольф. Осталось всего немного, это и еще две, ну и можно будет раскидать голоса. Описание у мода довольно простое и маленькое. Вы колчак, простой свободовец, ваш напарник пошел за артефактами в темную долину и перестал выходить на связь. Ваша цель узнать о его судьбе, ну в общем-то и все на этом, поехали. Так, найти Курта, сразу мы появляемся, получаем задание. Мой напарник Курт пропал в темной долине неделю назад, я должен его найти. Угу, куда идти, что делать непонятно. Давайте, наверное, сначала заглянем на ферму, над фермой есть какой-то телепорт. Черт, опять зомбаки прут, сталкеры выручайте. Сигнал СОС мы получили на ферме как раз таки, да? Помочь сталкерам отбиться из зомбированных. У меня есть какое-то оружие, И-86, патроны, медикаменты. Ой-ой-ой-ой. Что-то зомбированные себя странно ведут. Как будто бы это и не зомбированные вовсе. Блин, как бы сейчас все патроны здесь не всрать. Узнаем что-то полезное. Так, 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 зомбированные, можем пособирать с них патроны. Сталкер, спасибо за помощь, подходи, пообщаемся. Сейчас пообщаемся, я сначала тут все пособираю, потому что на И-86 у меня патронов уже... Ну, мне их и так вначале мало дали, а после перестрелки толком-то и не осталось. Надо пособирать калаши, выбрать лучшие, разрядить, патроны пособирать. Благо, они все с одним оружием. Так, сейчас у нас будет много патронов на калаш. Ну, состояние, конечно, у всех калашей супердерьмовое. Вот это только самый лучший. Остальное как бы на помойку. Ну, 200 патронов имеется. Хорошо. Кто у нас тут? Васько Болт. Костян, короче, у нас сюда. Главный, видимо. Блин, как же туда забраться? Привет, сталкер, спасибо за помощь с зомбаками. Привет, что там высматриваешь? А ты сам посмотри, тут на двонапорной башне висит телепорт. Значит, откуда-то туда можно попасть. Не знаю, есть ли там сверху что-то интересное, но хочу туда забраться, пока мы не свалили с этой чертовой долины. Можешь и сам попробовать забраться туда. Ладно, сейчас мне не до того. Я ищу своего напарника, тоже свободовца, Куртом кличет. Не видел такого тут? Неделю назад он пошел сюда искать артефакты и пропал из сети. Свободовец? Да нет, ты первый живой свободовец, которого я тут вижу. Представь себе, мы тоже сюда за артефактами пошли. Нас плотник, наш старый главный, надоумнил сюда за артами сгонять. Сам же и пропал где-то. Теперь у нас Костян за главного. Можешь с ним поболтать, а вось он кого видал. Можешь еще по аномалии местам пройтись. Может, твой товарищ, не дай бог, сгинул, пока пытался достать артефакт. Но спасибо и на том. Ну, телепорт действительно авантюрный какой-то загадочный. Посмотрим, что с ним можно будет сделать. Здравствуй, Сталка. Я Костян. Теперь я, получается, тут за главного? А тебя как звать? Здорово, меня колчаком кличут. Нелегко вам далось. Откуда тут только зомбари взялись? Я думал, тут юг зоны, почти курорт. А тут пострашнее будет, чем у нас на складах. Спасибо, что пришел на подмогу. В этой проклятой долине в одиночку не выживешь. Во, держи чутка припасов. Тебе, думаю, не помешает. Творится тут какая-то жесть. Я бы на твоем месте валил отсюда куда подальше. Тут только смерть найдешь. Мы и сами уже хотим отсюда сваливать. Не могу я отсюда один уйти. Я ищу своего напарника, тоже свободовца. Его куртом кличут. Не видел тут такого? Он неделю назад пошел сюда искать артефакты и пропал из сети. Курт? Не видал такого. Так-то говоря, ты первый живой сталкер, которого мы тут встретили. Тут один мутант и до зомби кругом, а на заводе какие-то мутные типы засели. Черт, хреново. Ну да, тут только так. Слушай, может тебе проверить местные аномальные поля? Может, в и товарищ в аномалию попал? Мы тут как раз успели составить карту аномальных полей. Правда, мини-комп с ней в нашем старом тайнике остался. Если не боишься, можешь сходить за ним. Я тебе отмечу в КПК. Все из тайника можешь себе забирать. Но если вернешь мини-комп с карты, я тебе еще отсыплю припасов. В какой же дыре ваш тайник лежит, если ты готов мне его даром отдать? Ну послушай, ты нас здорово выручил, а мы и так уже думали бросить этот тайник и валить. Так что не от сердца отрываю. Тайник лежит под мостом, только будь осторожен. Там везде аномалии и паутинки. Чтобы они тебя не повредили, нужно будет очень медленно ползти. Лады, кидай координаты. Все лучше, чем тут слепой бродить. О, патронов как раз выдали и аптечек. Слушай, ты говорил, что ты теперь за главного? Скажи, если не секрет, а что стало с вашим прошлым лидером? Скажу, чего уж. Да, лидер это правильное слово. Плотник был мужиком что надо, да и по жизни ему фартило. Только в эту ходку его удача подвела. Не знаю, откуда ему пришла идея сюда за артефактами сгонять. Одно могу сказать, что лучше бы мы до сих пор пропивали свое добро в баре. Мы сюда пришли, местность разведали. Отметили, куда на следующий день полезем арты искать. Так вот, мы просыпаемся, а плотника нигде нет. Из наших 5 человек собрали отряд его искать и тоже пропали. Не поверю я, что они нас тут просто бросили и пошли в бар выпивать. А потом откуда-то эти зомбари поперли. Что-то с ними точно не ладно. Вроде как трупаки, а валят как спецы. Вот так от нашего отряда почти никого не осталось. Меня старшим выбрали, но я тебе скажу так. Я далеко не плотник. Мне кажется, что если бы не ты, то здесь бы мы вообще все погибли. А плотник нас из стольких передряг вытаскивал. Эх, жаль мужика, но что уж теперь поделать. Мы все ждали, может он вернется, но похоже, что зона его забрала. Ну, в зоне всякое бывает, может он еще выберется. Я сам все еще надеюсь курта живым найти. Эх, ты мужик толковый, пусть удача тебя не подведет. Прорвемся, не ссы. С кем еще могу поговорить? Ааа, эти вроде бы молчат. Появился, значит, в зоне черный сталкер. Ладно, больше тут ничего такого нет. Найти КПК под мостом. Ну, поехали. Дали нам все-таки патроны килл 86. Это нам, наверное, этот калаш все-таки дроп. Но патроны оставлю, вдруг я найду там какой-нибудь абакан. Или просто более в хорошем состоянии калаш. Ибо с таким стрелять, ну, вообще не хочется. Раздали патроны, пока что с Ил-86 будем бегать. Угу, снорки. Ну, можно им гранатку закинуть. Чисто поприветствовать друзей. Хорошо, с ними справились. Он говорил, какая-то паутинка. А, ну, вижу, да. Висящая эта херня. Так, вот здесь вроде можно пройти. Под мостом. А где конкретно? Наводки нету, да? Более такой понятный. Ну, по идее, по идее можно... Не-не-не-не-не, под ней нельзя ползать. Это не жгучий пух. Что же делать? Как же быть? А, хрен его знает. А это... Это не тайник-то он случайно? Походу, там тайник, смотри. Ну-ка, бинокли у меня нет. Можно так приблизить. Да, это тайник. Осталось понять, как пробраться к нему и не зацепить аномалии желательно. При этом... Блин, тяжело-тяжело. Напрямую к нему пути нет. Можно вот тут попробовать проползти. Я не знаю, помещусь ли я вообще здесь. Вроде помещаюсь, кстати. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа-опа. Ну, вроде не получаю урон. Вот он. КПК из тайника группы Плотника. Для чтения нажмите Использовать. А также 240 патронов к нашему ИЛ-86. Кто-то заспаунился, зомбированный. Прочитать информацию с КПК. Координаты аномалии ТХТ. Че, мне нажать надо? Че-то или че? Или у меня... А, все, у меня появились отметки. Блядь! Не замай меня, не замай не надо. А че я не могу? Странно, я на ЛКМ не мог использовать. Так. Все, из подмоста я вылез. Будет попроще теперь. Ну, зомби реально какие-то здесь суперсильные. Ну, все. Так, аномальная зона. Аномальная зона. Вот тут куча аномальных зон. Насмотрите, аномальные зоны. Возможно, Курт погиб в одной из аномальных зон в Чемной долине. Стоит посмотреть все аномальные зоны, отмеченные КПК-сталкеров. Ну, давайте посмотрим вот эту и вот эту. И вернемся на базу, скорее всего. Потому что, как я понимаю, это основное задание. У нас теперь будет. И нужно его потихонечку двигать. Так, ну здесь я вижу просто морской еж. Задание мне засчитало. Морской еж радиации минус 30. Можно взять. Он, конечно, кровотек дает. Но можно и перетерпеть. Ну, зомби, наверное, всех обыскивать не буду. Просто уйду отсюда. Пойдем в следующую. Там вон что-то жестко светится. Синим цветом каким-то. Такс. Ну, по центру аномалии какой-то труп. Интересно, с какой стороны тут зайти можно. И можно ли вообще. Или может просто на пофиг прорваться. Нормально. Так. Калашик. Всякая шляпа. Ну и КПК Мойши. Блядь, как же больно. Ну все, нормально. Вроде броню не сильно потрепало. Читаем. От Мойши. Внимание, данные повреждены. Куча каких-то каракулей. Закинул на ту Ховину рядом с нашей базой. Думаю, достанешь. От Энгельса. Понял. Я пока установлю сканер на заправке. Постараюсь залезть на ту цистерну. Думаю, можно запрыгнуть туда с забора. Какую-то наводку мы интересную получили, да. Но мы там еще пока что не бывали. Поэтому данную идею откидываем. И возвращаемся к Костяну. Здорово, Костян. Ты уж, думаю, не ждал, что я вернусь. Один только вопрос у меня. Как вы додумались сделать Схрон в центре аномалии рядом с логовом монстров? Да просто. Я когда своими глазами увидел, как ты с теми зомбаками расправился, сразу понял, что ты тертый калач. А про Схрон? Когда мы его там оставляли, там не было мутантов, а паутинка-то. Так это же идеальная защита от непрошенных гостей. Ты достал КПК с картами? Ну, дает им, да. Ком достал, конечно, инфу перекачал, можешь забирать. Так, давай. Ну, как будто бы уже и калаш мне не пригодится до конца игры, но патроны все равно буду таскать. Ну и все. Остались мы один на один просто с нашим основным заданием. Пойдем исследовать темную долину. Наверное, сейчас отправимся на завод. Хоть там и нет аномалий, но вдруг там что-то будет. Я так, чисто зайду, посмотрю одним глазком. Если будет пусто, то, в принципе, развернемся и пойдем по заданиям. Ну, одну наводку мы получили. Что-то там с цистернами какая-то авантюра. Посмотрим, когда будем в тех местах. На заводе кто-то есть. Степуха-смертник. Бандит. Здорово. Э, свободный, куда прешь? Пахан сказал без дела никого не пускать. Че тебе надо? Я человека одного ищу, тоже свободовца. Его Куртом кличут. Не проходил тут такой? Э, че? Не знаю, такой вроде не залетал. У Пахана узнаю, будет че по твоей теме в маякну. А ты пока иди гуляй. А к нам пока не скажем, не суйся, завалим. Зразумыв? Понял, бывай. Ладненько. Ну там какой-то Чингис, кстати, есть. И Пахан. Видимо, будет какой-то квест или диалог с ними. Интересно, а тут мамины бусы остались оригинальные? Давайте проверим. Э, по-моему, тут ничего не осталось. Ну и радиацию отсюда, кстати, выпилили тоже. Давай попробуем в эту аномалию заглянуть. Там тоже какой-то труп. Ну, к этому трупу вроде полегче пройти. И это труп свободовца. Так, но это не Курт. Это Федька Борзой. Ладно, задание мы в любом случае выполнили. А там тоже есть артефакт. Давайте заберем его. Колобок. Блин, а, наверное, в той зоне, где я КПК нашел, тоже какой-то был артефакт. Мне кажется, тут типа... О, кстати, нифига себе, билдок у нас получается. Мне кажется, тут типа в каждой аномальной зоне по артефактику закинули какому-то вкусному. Чтобы к концу игры можно было билд собрать. Если он там был, опять же. Ой-ой-ой, тут жарки. На базе, кстати, здесь трупы, я на карте смотрю. Тут ничего нету. Блядь, ни трупа никого. Но зато я вижу там огненный шар. Попробуем забрать его. И задание у нас засчиталось. А, я слышу зомби. Причем в немаленьком количестве. Не знаю, они на базе или на заправке. Давай сейчас как-то попробуем авантюрно обойти все это дело. Отлично. Огненный шарик сюда. Посмотрим на его свойства. Ну, свойства остались стандартные. Пока не буду, наверное, ссувать на пояс. Пойдем в следующую аномальную зону. Так, трупа здесь тоже никакого нет. Зато есть медуза. Возможно, у нее какие-то хорошие свойства измененные. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего не вижу вообще. Вот тут, наверное, можно выбраться, да? Да. Радиации хватанул. Выводим. Радиацию минус 10 медуза дает. Причем без негативных эффектов. Это хорошо. Ну и остались у нас аномальные зоны здесь и здесь. Ну, пойдем на заправку. Заодно поищем какой-то схрон, который там оставили. Или не схрон. Черт его знает. Вижу. Кто-то идет. Это зомби, да? Да. Еле-еле убил его. Эй, свободны. Появилась инфа по твоему вопросу. Давай подваливай. У пахана разговор есть. Поговори с паханом. Чуть попозже, ребят. Я тут уже, наверное, доисследую тогда. Че осталось. И потом мы с вами побеседуем. Патроны собирать теперь не буду. Чисто медицинку возьму, да и все. Вообще, мне бы по-хорошему зомби-дить бинты и аптечки. Отлично. Слушайте, ну, концептуально пока что мод выглядит довольно просто и интересно. То есть, вот есть аномальные зоны. Ищешь инфу. Где-то ты находишь инфу с артефактом. Где-то просто артефакт. По пути усиляешься. И так далее, и так далее. По снаряге тут тоже ничего замудренного. Хочешь с калашами бегай. Ну, зомбированный тогда убивай. Хочешь вот с основным стволом своим бегай. И тебе, в принципе, за квесты насыпят патронов. Но зомби тут прям очень много. Здесь никого нет внутри. Опа, есть труп. Энгельс. Тоже с разными припасами. А также КПК Энгельса. Посмотрите аномальную зону. Блядь, убить контролера в задании обновлено. А, это аномальная зона мне засчиталась. Посмотреть, да? Ой-ой-ой, тут еще толпа снорков пришла. Охренеть. А у меня ни дробовика, ничего. Как я с ними должен справляться? Патронов у меня тоже не особо много. Хотя, в принципе, учитывая, что мы знаем, что нас ждет. Можно сейчас какой-то калаш подобрать. И, в принципе, с него попробовать там условных снорков подстрелить. Ну-ка. Ну, блин, ну состояние супер плачевное. Ладно, давай хотя бы так. Да, ёптвою мать, я делаю выстрел и сразу клин. Я, конечно, не жалуюсь, но... Состояние говно. Блин, ну что-то тяжело. Ладно, как будто бы надо все-таки сначала со всеми зомбями разобраться. И сразу КПК не подбирать. О, ну тут кряво-желтое состояние. Ну-ка, может лучше найдем? Не, пока что... Пока что жиденько все. А тут какой-то телепортики на базе слышу, кстати. Так, ну зомби на базе пусть остаются на базе. Мне интересен схрон. Хотя, может быть, в КПК было бы что-то по этому поводу написано. Но я увидел артефакты, во-первых, на цистернах. А во-вторых, мне нужно залезть на эти самые цистерны. Было написано с забора какого-то можно залезть. Наверное, вот с этого. А вопрос теперь в другом. Как залезть на этот забор? Наверное. Ну, кстати, есть идея, ладно. Можно через здание прыгнуть на забор, сделать вот такой круг и отсюда перепрыгнуть на цистерны. Или можно даже оттуда, можно будет, не знаю. Ну, точно не отсюда. Так, выносливость кончилась. Постоим, поддыхаем. Опа-на. Ну, нет, тут я вряд ли допрыгну. Надо идти вон до туда. Аккуратненько. Не сваливаясь. Можно даже немножечко ускориться. Прыжками действовать. Опа. Нормально. И здесь мы находим лунный свет. Как раз-таки на выносливость. Но еще он дает радиацию. Ну, тогда комбиним его с огненным шаром. Так. На цистернах электры, я слышу. Давайте посмотрим, что тут за схрон будет. Опа. Какую-то хрень вижу, смотри. Интересно. А, тут электры, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой. То появляются, то исчезают. Я понял. И что это за херня? А, смотри, датчик. Интересный датчик. На всякий случай запишу показания. Так. Х1-35-23. И все, да? Все, что он дает. Блин, я думал, тут схрон какой-то будет. А что-то схроном здесь не пахнет пока что. Ну-ка, подожди. Блядь. Заспавнилось дерьмо. Надо тогда спрыгивать отсюда сразу. Так, датчика смотрел. Надо сваливать отсюда, пока при памяти... Аааа. Отлично. Пока установлю сканер на заправке. А про схрон именно на нашей базе. Рядом с нашей базой. Угу. То есть... А где у вас база тогда? Окей. Другой вопрос. Подожди. А, это как раз-таки Энгельс ему ответил. И труп Энгельса мы и нашли. Интересно. Ну, пока что никакого схрона я не вижу. Я не знаю. Может быть, у них схрон вот как раз-таки на заправке. Сейчас я побегаю и осмотрю комнаты перед тем, как подбирать КПК. Потому что мы уже знаем, что будет, если его подобрать. Че пришел сюда? В то же время я здесь ничего не вижу. Ладно, попробуем еще раз КПК подобрать. Может, там будет побольше инфы насчет тайника. А, кстати... О, так у него есть Абакан в хорошем состоянии. Че я туплю. Сейчас мы с него и раздадим говнеца. Зарядить его заранее надо. Сейв сделаем именной на всякий случай. Ну и пошла тряска. Одного контролера я убил. Где еще, я не знаю. Сейчас, конечно, по окнам побегаю и посмотрю. Но вроде бы я никого не вижу. Может, здесь? Да, вижу еще одного. Блядь, прибежали уже, черти. Наверное, надо все-таки со снорками сначала разобраться. Или все-таки попробовать еще раз убить его. Опа-опа, прибежали, черти. Пошли вон! Шавки недоделанные, как говорится. Бежать! Э, а где? Он уже, походу, сюда идет. Мне все хуже и хуже становится. Ага, подошел мужичок. Так, и последний. А, вон он что-то там танцует. Подожди. Бля. Э, а что? Писка-то не было. Все, отлично. Хреново мне теперь. Зато сможем в спокойствии прочитать КПК. Сообщение Энгельс, ответьте, почему вы не отвечаете? Я не Энгельс. Энгельс погиб от лап монстров. Я нашел его КПК в трупе. Что? Черт, этого еще не хватало. Сталкер, а у Энгельса с собой не был такой маленький белый прибор? Нет, только этот КПК. Слушайте, сталкер, у меня есть для вас предложение. Подходите к моему лагерю, я вам пришлю координаты. Будет время, подойду к вам, но пока ничего не обещаю. Поговори с ученым. Вот у них тут лагерь, да? Давайте прочитаем КПК Энгельса. От Мойши. Я пойду установлю сканеры рядом с аномальной зоной у заброшенной фермы. Если увижу там артефакты, постараюсь достать. От сейфа пароль сменил, как ты и просил. Рюкзак с новым паролем закинул на ту металлическую хреновину рядом с нашей базой. Думаю, достанешь. От Энгельса. Аномальной зоной у заброшенной фермы. То есть там второй сканер, с которого нужно будет снять показания, скорее всего. Ну и да, Мойшу, он говорит, если уезжаю артефакты, постараюсь достать. Он полез в аномалию и сдох. То есть там был артефакт. Учитывая, что мы туда еще пойдем, я его заберу. От сейфа пароль сменил. Рюкзак с новым паролем закинул на ту металлическую хреновину рядом с нашей базой. А где ваша база была? Вот в чем вопрос. Я пока не совсем понимаю. Разве на заправке? На какую-то металлическую хреновину, говорит, рядом с базой. Но понять бы для начала, где их база, чтобы от этого ориентироваться. Если это заправка, то я не знаю, тут каких-то металлических хреновин. Тяжело пока что. Ладно, давайте пойдем сюда, посмотрим, что у нас тут вообще на базе. Нас теперь и ученый ждет, и бандиты. Ай-яй-яй-яй-яй. А здесь не пускают, так просто попасть на базу. Попасть на старую базу бандитов. На базу не пройти, откидывает аномалия. Возможно, есть обходной путь, было бы неплохо его найти. Что здесь написано? Ученый прислал сообщение с просьбой встретиться. У него есть какое-то предложение по поводу КПК, которое нашел в трупе Энгельса. Мне пришло сообщение от бандита, нужно прийти к ним на базу и поговорить с паханом. Старая база бандитов, у нас появилась отметка. Угу, альтернативный проход, значит, надо искать. Но можно попробовать через канаву, как вариантик. Других вариков как попасть, я не знаю. Не, я могу... Вайбеля, а что тут так плохо? Я могу залифтить. Мне вообще... Ебать, а что мне бьет по голове? Или это что-то за забором? Какая-то аномалия, видимо, да? Я касаюсь немножечко ее радиусом, когда трусь у забора, и поэтому меня нахерачило. Так, тут вроде ничего такого не вижу. Пробуем. Угу. А в трубе меня тоже откидывает, да? Да. То есть нужно найти какой-то еще один проход, а я не знаю как. Может быть, это с бандитами будет как раз таки обговорено? Или все-таки я должен как-то сам найти? Ну, еще есть вариант через вот эту хрень залезть, но я не знаю. Тут вроде никаких подъемов я не наблюдаю для этого. Не, я, опять же, я могу залифтить, но, наверное, такая шляпа не предусмотрена, поэтому давайте все-таки сначала сбегаем к бандитам, посмотрим, что они нам интересного скажут. Проходи давай, пахан ждет. Ладно. Ну, здорово, свободный. Здорово. Что там по моему делу? Погодь, меня паханом кличет, а тебя как звать? Я Колчак. Так, что там у тебя? Видал тут свободоваться с погонялом Курт? Так, Колчак. Хорошо. Есть у меня кое-чего по твоему вопросу. Заходил тут недавно один свободный, но инфа стоит денег, так что если хочешь знать больше, придется поработать. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Ну, смотри. Не думаю, что ты особо вояк любишь. Думаю, сильно грустить не будешь. Хе. Так вот, тут у нас под боком недавно вояки высадили, спецназовцы. Не нравятся мне они. Чую, что они тут по нашу душу. Завалишь их, поделюсь инфой. В подтверждение принесешь на ладоник ихнего командира. Все ясно, по рукам? По рукам жди. Кстати, докопались до слова «ихний» в одном из модов прошлых, по-моему, вчерашнем. Но здесь, я не думаю, что это типа опечатка специальная, скорее, знаете, но бандиты, они же не особо образованы, откуда они знают, что «ихний» такого слова нету. Хрен его знает. А, командир отряда. А, я думал, почему-то где-то здесь, ну ладно. Как раз где-то там сканер мы найдем, второй. И артефакт, который я пропустил. Блядь! Ну, а если я в аномальную зону влетел на ровном месте? Кстати, я не знаю, были ли какие-то еще моды от этого автора. По крайней мере, мне его никнейм показался незнакомым. Может быть, он новичок? Так, хорошо, здесь мы были и... Блядь! А вон и артефакт, кстати. Отлично. Слюда на минус кровотек. Ну, ну-ну-ну-ну-ну, я не знаю. Как мне поступить, что снять? Ладно, пока ничего не буду снимать. Артефакт я здесь достал. О, там военные уже на меня целятся. Давайте-ка мы, наверное, с Ил-86 их раскидаем. Хай! А вы кто? А, вы тоже военные? Ебать, а чего вас так много? Причем они все куда-то разбежались. Так, ну этих ребят мы раскидали. Что, это все? Нет, еще кто-то остался. Забрать КПК. Опа, и что такое? Пси-протектор. Новейший армейский препарат, разработанный для групп военных, работающих в ЧЗО. Восстанавливая состояние психики после контакта с контролерами. Забавно, но я с контролерами уже перестал контачить. Так что... Немножечко поздновато я нашел эту таблетку. Ну, может еще пригодится. КПК командира группы Гамма. Для чтения нажмите «Использовать». Айсвал, наверное, не буду забирать. Скорее всего, он в единичном экземпляре. И вряд ли я найду где-то к нему патроны. Соответственно, не вижу смысла. Жалко, никто из вас ПСОшку не цепанул на свой бакан. Я бы подобрал себе такую штуку добивочную. Но вдруг встанет, кто его знает. Читаем. Штаб. Группе Гамма. Дождаться сообщения от сотрудника Маркова. Проникнуть на старую базу бандитов. Захватить Объект-2. Личный состав снабжен препаратом «Пси-протектор». Окей. Ну и датчик. Датчик тут нужно найти. Как там писалось? Рядом с аномальной зоной заброшены фермы. Сканер установит он. Но я здесь никакого сканера не вижу пока что. Возможно, я слепой. Или, возможно, про другую аномальную зону шла речь. Или, может, он не установил. Хрен его знает. Ну и причем он в эту же аномальную зону, судя по сообщению, полез. То есть это именно та аномальная зона. Потому что я на секунду подал. Может, другая какая-то, но нет. И сканера я не вижу. Бля, ну если это такой же сканер, как на заправке, то я не знаю, почему я его не вижу. Он вроде довольно большой и заметный. Может, тут какой-то другой стоит. Но я в любом случае и другого никакого не вижу. Ладно, может быть, мы сюда еще вернемся. Пойдем к бандитам пока что. Здоров. Завалил уродов. Держи на ладоник. Теперь говори, где мне искать Курта. Красава. Слушай, положняк. С неделю тому к нам заходил один из ваших. Кликуху я не запоминал, но братва говорит, что его звали типа Курт. Так вот, он затарился у нас антирадами и полез в аномалию тут рядом на холме. Не знаю, что с ним было дальше, но скажу одно. Без нормального комбеза туда лезь смерть. Какой научник и носит пойдет, понятно? То есть, ты точно не знаешь, что это был за свободовец? И где научник найду? Ты что, думаешь, я гоню? Братва слово держит. Это Курт был, мля буду. А по поводу научника к Чингизу сходи, нашему торгашу. У него вроде были. Ладыни, кипишуй. Перетру тогда с Чингизом. А вот и он. Да что ты топчешься? Если есть, что выкладывай, нет, проваливай. Торговать. Почем? 30 тысяч. Ёп твою мать, а где я найду столько денег? Хотя, в принципе, ладно, тут можно найти столько денег. Вот так вот сделать. Все, научный костюм мы заимели. Вайбеля, я не то продал. Ладно, без разрыва тогда побегаем. Я думал, я продал колобок, а я продал морской еж. Посмотрите, аномалию. Ну давай, осмотрим. Костюмчик надеваем сразу. Ай, сейв 3. А вот и аномалия. Ну и здесь, конечно, пердежный газ такой солидный. Ай-яй-яй, как же неплохо. А, что это такое? Я задыхаюсь, что они мне подсунули? Ага, еще один попался. Отлично пахан придумал. Хозяин будет доволен. Так, я оказываюсь в лабе запертый. Попасть на базу. Дверь заперта. Тут Курт, кстати, и тут же лейтенант Гнатюк. Походу, это я иду по основному сюжету. Но если сейчас будет концовка, то я отгружусь и к научнику пойду. Посмотрим, что у него за квест, что он скажет. Эй, мужик, что тут вообще происходит? Где мы находимся? А, что? Черт, еще один. Что? Ты можешь объяснить, где мы сейчас находимся? Я сам не понимаю, как я попал сюда. Зашел в аномалию, только походу костюм подвел. Наверное, бандюки-уроды подсунули какой-то хлам. Эхэ. А это и не бандиты вовсе. Черт пойми кто. Фанатики. Эй, очнись. Ты меня с ума сводишь? Че тут вообще творится? А, ученые опять наворотили, черт пойми что. Нас послали разгребать. Я из группы Бета был. Один только выжил. Лучше бы там и подох. Ты из вояк? Как сам тут очутился? Да, из вояк. Был. Какая сейчас разница? Скоро они придут и нас сожрут. Проект Вольф, знаешь? Не знаешь. Возомнили себя творцами, скоты эти с янтаря. Вот че наворотили, блин. Группа Альфа должна была поймать Объект 3. Так они эту зверюгу, так они эту зверюгу называли. Там у командира даже была какая-то особая безделушка, чтобы по мозгам не давила. Тварь хитрее оказалась. Хотя, кто уж тут тварь? Группу Альфа окружили. Они сразу погибли. Наших тоже накрыло. Многие даже выжить смогли. Только их тварь добила. А меня оставила своим выродком на десерт. Черт, надо же как-то отсюда выбираться. Ты не пытался найти выход? Как же? Там такой зал большой есть. Только как подойдешь, сразу по мозгам бьет. Эх, была бы у нас та безделушка, что у группы Альфа была. Они на старой бандитской базе все полегли, а сейчас туда вообще не попасть. И что теперь делать? Теперь только смириться с участью. Помощи ждать неоткуда. Время вспять не повернешь. Группу Альфа не спасешь, безделушку не достанешь. А, и все. То есть мы вышли на такую плохую концовку, да? Потому что мы полезли сюда рано и не исследовали базу бандитов. Но это к лучшему, потому что я думал, я сейчас пройду мод. И в итоге, как дебил, буду потом еще с отдельного сейва доедать сайдквесты. Хорошо, что я сохранился перед аномалией, блин, как знал. В таком случае мы переодеваемся обратно. Потом мы полезем в эту аномалию. Сейчас идем к ученому. Блядь. Или на тот свет идем, не знаю. Возможно, ученый поможет мне попасть на старую базу бандитов. Зато теперь мы знаем, что там искать конкретно нужно. Ну и плюс там, где аномалия била, мне кажется, я могу пройти благодаря ПСИ-протекторам. Хотя ХЗ, тут именно про контролеров написано. Ты здесь один сотрудник Марков. О, кстати. Подожди, а я на этом сейве... А, я уже сдал КПК. Там же про Маркова было написано, не? Привет, науки. Это я нашел труп Энгельса. Что там было за предложение у вас? Я рад, что вы откликнулись на мое сообщение. Вот в чем дело. Энгельс и его товарищ Мойша помогали мне с заданием от лаборатории. А потом перестали выходить на связь. Я думал, что они меня кинули и прикарманили наше научное оборудование. Но вот как все вышло. Кстати, вы тут не встречали сталкера по имени Мойша? Мойша погиб в аномалии рядом с фермой. С собой у него прибора тоже не было, а КПК сгорел. Так что у вас там за предложение? Эх, жаль, что поделать. Ну хотя бы теперь будем знать, что с ним случилось. Так вот я о чем. Я предлагаю вам помочь мне закончить с заданием от лаборатории. Эти двое уже сделали основную часть работы. Вам останется только закончить начатое, а лаборатория вас хорошо отблагодарит. Что вы думаете на этот счет? Ну я бы рад, только у меня тут тоже дел хватает. Тут где-то в долине мой товарищ пропал. Куртом звали. Так вот я его ищу. Может вы его где видели? Хм. А вы не смотрели на старой базе бандитов? Я хотел, но не смог туда пройти. Аномалия откидывает назад. Представьте себе, меня послали сюда, чтобы разведать обходной путь на эту базу. К чему это я? Вы поможете мне найти путь в обход аномалии, а там на базе вполне может оказаться ваш товарищ. Что думаете на этот счет? Ну не знаю. Вроде бы стоит проверить, но как-то стрёмно. Что мне нужно теперь делать? Ну вот, слушайте. По нашим расчетам, существует пространственная петля, позволяющая попасть на территорию этой базы. Чтобы определить ее местонахождение, Энгельс с Мойшей расставили 5 датчиков, замеряющих аномальные частоты. Если эти частоты вбить в прибор локатор, то он поможет определить местонахождение входа в пространственный разлом. Прибор был у Энгельса, но на его трупе прибора не было. Сталкеры говорили мне, что устроили базу у вагончика, рядом с другими заводским комплексом. Я думаю, что вам в первую очередь стоит попытаться найти эту стоянку сталкеров. Возможно, именно там они оставили локатор. Найти стоянку сталкеров. Застрял где-то на этой базе. Отлично, если что, вы знаете, где меня найти. Опа, а вот это уже хорошие новости, потому что, действительно, эта база мне нужна. И она здесь, наверное, или здесь. Но я думаю, что все-таки здесь. Энгельс и Мойша устроили стоянку где-то в вагончике, рядом с нынешней базой бандитов. Нужно найти эту базу, безрастная... Ага, понятно, короче. Ну, вряд ли здесь, я думаю, все-таки там. Тем более, там есть железная хрень, где спрятан новый пароль от сейфа. Правда, где сам сейф, я не знаю. Найти прибор-локатор. Да, все-таки это стоянка. А, ну и сейф тут имеется, смотрите. Какие-то приборы и кодовый замок. Найти код от сейфа и открыть сейф. Сейф заперт, нужно найти код. Возможно, что-то полезное я смогу найти в КПК Энгельса. Короче, тут мудрить ничего не надо. Все, в принципе, по сюжету раскрывается. Все понятно. Сейчас найдем пароль. Правда, я не знаю, он прямо здесь? Скорее всего, нет. Я думаю, он где-то повыше. Ну-ка, может быть, тут? Нет. Может быть, может быть, тут? Тоже нет. А как на самый верх попасть? И возможно ли это? Как там было написано? Рюкзак с новым паролем закинул на ту металлическую хреновину рядом с нашей базой. Блин, ну... Я думаю, наверное, все-таки наверху. Ибо здесь я ничего не нашел. Хотя, может, просто плохо искал? Не знаю. Но он сказал закинул. То есть, я думаю, например, на самый верх забросил просто. Давайте попробуем тут что-то намудрить. Как-то куда-то залезть, я не знаю. Ну-ка. Опа. Так, и что мне это дало? Как будто бы ничего. А если... Блядь, а если сюда? Ну, сюда я уже не залезу. Блин, тяжело, тяжело. Что-то я пока ни хрена не понимаю. Или, может, тут какая-то другая металлическая хреновина. Ну, мне кажется, вот это самое очевидное. А, вон я вижу рюкзак, кстати, смотрите. То есть, как-то нужно до него достать все-таки, да? Ну, есть идейка. Надо просто опять залезть вот сюда. Блядь, как я это делал? Не, вот с этой хрени я это делал. Вряд ли я доберусь до самого рюкзака прям. Но, как минимум, я смогу его на расстоянии обыскать. Опа. Ну-ка. Достаю? Да, отлично. 643-528. Хорошо. Сейчас откроем. 643-528. Обыскиваем. Патроны. А также локатор. Нажмите использовать, чтобы ввести данные. Попасть на базу. Эй, профессор, прибор у меня. Но мне, скорее всего, надо будет ходить с датчиков сейчас данные собирать. Отлично, подходите сюда. Я вам объясню, что нужно делать дальше. А, ну даже так. Понял, иду. Но мы видели только один прибор на цистернах. Больше вот так вот бегая я ничего не видел. Возможно, они просто сейчас отспавнятся. А, что такое там? А, я нашел еще один, походу. Ну ладно, давайте сначала все-таки поговорим. Может, он метки даст на них. Нашел я ваш прибор. Он? Да, отлично. Спасибо вам, сталкер. Держите немного припасов. Думаю, наша лаборатория не обеднеет. Так вот, прибор у нас. Но, как я погляжу, в него еще не были забиты аномальные частоты. Теперь нужно найти пять датчиков, которые Энгерс и Мойшер оставили на территории Темной долины. Примерные координаты их местоположения я вам отправлю. Когда соберете показания со всех датчиков, по очереди введите их в локатор. При приближении к пространственной петле локатор начнет издавать звуковой сигнал. Где именно находится петля, я вам не могу сказать, но мы изначально устанавливали датчики из предположения, что она расположена где-то в середине Темной долины. Да, мне припасы не помешают, тут на лике ходить нельзя. Так, значит найти датчики, забить данные в локатор, найти вход в петлю. Понял. А что дальше? Найдете вход в петлю, заходите в нее. Вы должны оказаться на базе, а прибор мне передаст координаты. Стремно как-то лезть в аномалию. А если она меня на куски разорвет? Ну, выбор за вами. Можете поступить, как знаете, но вполне возможно, что ваш друг случайно зашел во вход в петлю и сейчас находится на базе. Может, ему нужна помощь. И пока вы тут будете бродить, он может погибнуть. Решайте сами. Черт, зарекся же, что не буду с вашими работать. Вечно вы сталкеров губите, а сами сидите в своих теплых лабах. Скажите, вот, я туда попаду, а потом что? Как я обратно буду выбираться? А то я вижу, вы сами не торопитесь туда нос сунуть. Ну, что вы. Мы же не звери. Конечно, казусы случаются, но это зона. Тут опасность на каждом шагу. И мы всегда хорошо благодарим за работу, не так ли? А по поводу обратного пути, мы зафиксировали наличие второй петли, предположительно ведущей обратно. Расчеты должны сходиться. Я несколько раз ее перепроверил. Поверьте, я не обижаюсь на вашу выпадку. Мне постоянно приходится работать со сталкерами и выслушивать претензии. Привык уж. Так что поступайте, как хотите. Но учитывайте, что ваше недоверие ко мне может послужить причиной гибели вашего друга. Да, ну и уроды вы. Черт с тобой, я валю. Найти все датчики. Так, наводки мы получили, да? Ммм, одно из них прям на ферме. Ну, давайте пробежимся по-быстрому. Так, вот один из датчиков. Надо будет тут сейчас как-то запаркурить или что-то типа того. Хрен его знает. Бля, что-то получается пока так себе. Я могу сюда залезть, но это мне ничего не дает. А может, я так смогу снять, а? Типа... Опа! Нет, не дотягиваюсь. Блин, ну нет, это какая-то шляпа. Нужно все-таки как-то залазить на грузовик. Ну, блядь, что-то у меня вообще не идет. Я не могу запрыгнуть по-человечески на бампер. Да, еб твою мать. Нет, 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 ну е-мое. Снизу я вообще не залазил. О, получилось наконец-то. Так, теперь сюда. Так, Х5-3126. Понятненько. О, один из датчиков на базе бандитов прям. Нифига себе. Ну, вроде как бандиты не против, что я тут шарюсь. Датчик на крыше. Вопрос, как туда попасть. Есть ли тут лестница? Ну, как будто бы вряд ли. А как я туда должен попасть? Спрыгнуть с крыши, типа? Бля, ну это мне нужно через... Ну, внутри залазить. Я на самой крыше. Но и я других вариков не вижу. Как туда добраться, кроме как отсюда прыгать. Хотя, с другой стороны, мне кажется, я даже отсюда не допрыгну. О, ну это я как-то поебанутому прыгнул одно. Я не знаю, я с забора смогу разве? Как будто там крыша слишком высокая. Я даже с забора не смогу. У меня какая-то хуйня происходит, честное слово. Может, я перемудрил? Или может, мне с крана залазить? Но на кран как будто бы не залезть там до конца никак. Ладно, я себя просто вот так прыгну. Ну нет, я не добегаю. А разбег брать неоткуда. Можно, конечно, взять разбег по вот этому заборчику. Но это надо не обосраться еще при этом. Но вот так у меня получилось. Не знаю, так надо было или нет. Но нашел выход из ситуации как смог. Так, осматриваем. Х2, 67, 86. Хорошо. Следующий у нас здесь. Так, я практически на месте. Где-то тут он должен быть. А вот и он. Снимаем показания. 36, 16. Ну и на ферму теперь. Сталкеры все еще здесь. Что-то они пока что не спешат уходить. Ну что-то я датчика не вижу. Может, он на крыше. Как он там стоит вообще? Или может, он за зданием? Не, он все-таки на крыше, ебать. А как? Еще вот этот телепорт меня напрягает. Что с телепортом делать? Ой, блин, а. К телепорту так просто не добраться. И как на крышу залезть, я тоже хз. Блин, тяжело, тяжело, да. Мод не для слабоумных. То есть не для меня. Короче, мне похуй, я авантюрю. Опа. Блядь. Ай. Уебался. Я вот подумал, может, на ОГСР-движке лифты пофикшены? Ну, хрен его знает. Я не понял, почему я уебался. Ну-ка. О, а в этот раз получилось. Ну, немножко креатива проявил. Ну, что? Кто против? Осматриваем датчик. Все. А может, я и до телепорта так доберусь? Хотя, не знаю, тут как будто бы лифтить не обо что. Получится ли у меня об эту хуйню залифтить? Не, что-то не получается у меня лифтовать. Что за, блядь, телепорт? Непонятно. Может, надо было с ним что-то придумать? Или, может, он потом задействуется? Хуй его знает. Ладно, в любом случае, мы всю фигню собрали. Да? Ну да. Теперь надо вводить все эти данные. Теперь можно забить данные в прибор. Так. Сказать поддержку группе Альфа. Командир группы Альфа передан на Объект 2, также известная, как Безделушка. Личный состав снабжен препаратом Пси Протектор. Пять дней назад. Уроды заманили нас в ловушку. Группа Альфа целиком погибла в штабе базы. Черт. Надо добраться до командира. У него была эта хреновина. Черт, не доползу. Ранили уж слишком сильно. Еще и на вышках какие-то огоньки горят. Стрелять по ним толку нет. Надо бы попробовать их ножом ковырнуть. Только я дотуда не доползу. Эх, прощай, Родина. Угу. Вот оно что. Ну ты, конечно, ученый гандун. А, разбить артефакт. Какие-то артефакты мне надо тут поразбивать, да? Ну давай. Посмотрим. Ай-яй-яй, блядь. Больно, больно, больно. Не надо. На-нах. 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 Готово. Один есть. Возможно, как раз и артефакт меня дамажил в тот раз. Кто его знает. Правда, не знаю, что они должны, типа, рассеять поле, и я смогу выбраться отсюда или что. Ну, второй мы разбили. Кто-то отспавнился. Зомбированный. Или они тут и были, что я как-то не заметил. Привет, мужики. Тряска лютая. Ладно, тряска уже прекратилась. Ай, все, въебало мне. То есть я сюда зайти не могу. Надо все-таки по артефактам сначала поработать. Правда, не знаю, как до последнего добраться. Если меня так же будет сейчас... А, а, не, все, три артефакта. Я почему-то подумал четыре. Лаз, труп командира. Что за лаз? Найти обходной путь. Стоит попробовать пройти базу иным путем. На базу, точнее. Ну да, потому что на входе меня там убивает. А эти спокойно ходят. Им вообще насрать. Ну, вроде подраскидал. Рады хватанул. Нехилый такой. Зомбированных тут прям очень много. Ну, давай попробуем прокрасться здесь. Тут у нас еще один труп. И выбрался я как раз-таки на базе. Отлично. Блин, там в яме, кстати, куча трупов. Надо было посмотреть. Ну, я думаю, мы тут всех осмотрим. Рано или поздно. Сюда я если выйду, мне пизды дает. Да, в принципе. В принципе, понятно. Все блокаду использовал. Интересно, она мне что-то даст. Вроде она нихрена не дает сосать. Ну, давайте тут все потихонечку осмотрим. Так, гигантский ящик лежит. Вот здесь по-любому должны быть трупы. Да. Ну-ка. Лейтенант Буряк. Ключ. Ключ от двери в вооруженную комнату. Отлично. Я, конечно, там еще не был, но скоро буду. Ааа. Вот зачем мне сюда вот эта хуйня генерирует пси-поле. Все, отлично. Теперь меня не будет дамажить, да? Но я очень рассчитываю на это. Что у нас тут? Вот мужики лежат, отдыхают. По патрону у меня вроде полный порядок, поэтому не вижу смысла их подбирать. Еще три трупа. Ну, это, видимо, командир. Необычный армейский жетон. Необычный армейский жетон имеет фамилию, будто механически стерты, но никаких следов физического воздействия не замечено. Обыскать базу задания выполнено. Командир группы Альфа КПК. Выбраться с базы. Курта тут нет, теперь нужно найти способ выбраться с базы. Группе Альфа захватите объект 3. Он находится на старой базе бандитов в темной долине. Группа Б это окажет поддержку. При захвате объекта не применять огнестрельное оружие, используйте светошумовые гранаты. Командиру группы Альфа передан объект 2, также известный как безделушка. Лишний состав снабжен препаратором Сипротектор. А что, мне тут что-то еще надо искать или нет? Какой-то объект 3 непонятный. И все ли трупы я нашел? Ну, как минимум, я не обыскал яму, хотя я не думаю, что там что-то квестово важное. Блядь, напугали, уебки. Я забыл про вас вообще. Не думаю, что там что-то квестово важное лежит, но все может быть. Поэтому надо бы загонять. Так, где здесь еще два чмошника? Не знаю. Ну-ка, что тут? Обычные ребята валяются. Ну и внизу очень много народу. А также зомбированный сюда попал. Ну ладно, ничего здесь интересного не оказалось. Все, выбраться с базы. А обязательно ли так, как указано? Может, я могу просто выйти спокойно? Не, не могу. Эта херня все еще действует. Ну тогда будем выбираться так, как написано. Ну точнее, где метка стоит. Ну, видимо, вот этот армейский жетон и есть. Безделушка. Тогда что такое объект 3? Я не совсем понимаю, ты что это сделаешь? Опа. А что это? Только через низ можно. Ну это, видимо, чтобы не пропустили вот этот артефакт, который надо сломать. Других идей почему так у меня нету. Бля, тут электры. Они еще так не вовремя появились. Но надо подождать, пока они пропадут. Вроде успел. Тут так же будет. Бля, да. Отлично. А здесь будет? Да, тут тоже появляется говно. Ждем, когда пропадет. Опачки. Эть. Все. Ой, блядь, я испугался. Где я? Что я? Телепорт? Умм. Долечули. Долетел. Круто. А что за телепорт над фермой? Я так и не понял. Это пока что осталось какой-то нераскрытой загадкой. Но мне остается только идти в лабу. Все. Больше ничего. Но... Что с телепортом делать? Как в него попасть? У меня идей нету. И в процессе прохождения я как-то тоже не додумался. Придется, наверное, сейчас идти смотреть, как это делается, чтобы показать для видоса. Но если я не найду... Ну, бля, ну, дыма рекордом туда залечу. Что еще делать? Я не знаю. Ладно, я не нашел. Не осилил. Сдался. Поэтому чисто ради ролика, чтобы посмотреть, что там. Запрыгнем так. Ну... Так, ну-ка. Охуенно. Может он по приколу висит? Кто знает. Ладно, у меня есть ощущение, что я какой-то хуйней занимаюсь. Ну, ладно. Возможно, с какого-то, наоборот, телепорта я должен буду выпрыгнуть здесь. Хотя непонятно с какого. Может я вообще из лабы финальной вылечу отсюда. Хрен его знает. Короче, ладно. Может я рано вообще про этот телепорт задумался. Пойдем в лабу. Мы снова в лабе. На сей раз у нас есть с собой нужная штука, по идее. Давайте посмотрим, что изменится. Ааа, что происходит? Очнись. Ага. Не пытался найти выход. И что теперь делать? Теперь только смириться. Безделушку не достанешь. Слушай, я был на старой базе бандитов и нашел там этот необычный жетон. Не то ли это безделушка, о которой ты говорил? Жетон? Со стертым именем? Да, это он. Слушай, мы ведь еще сможем спастись. Тебе только нужно будет найти тут какой-то источник огня. Этот жетон что-то типа артефакта. Его сняли с тела одного из вояк, что участвовали в штурме ЧАЭС. Если его подержать над огнем, то он активируется и создаст вокруг тебя поле, защищащее от воздействия на мозги. Этот зверь может давить тебе на мозг, но безделушка должна защитить. Если найдешь тут какой-нибудь источник огня, активируй жетон и беги в большой зал. Там где-то должен быть выход. Я верю в тебя, сталкер. Если ты смог достать этот жетон, то из этой передряги выберешься. Погоди, и где же я тут найду источник огня? Хм, это проблема. Хотя тут с нами еще один сталкер был. У него была какая-то зажигалка или что-то типа того. Найдешь его, сможешь спастись. Сталкер, говоришь? А это уже интересно. Пойду его искать. Найти сталкера. Так, а я получается... Ага, на нижнем уровне сразу. То есть первый левел мы скипнули, мы на втором. Ну давайте побегаем, посмотрим. Кстати, оружие я тут доставать не могу почему-то. Не знаю, задумано это или нет, но факт. Вот большой зал, он имеет ввиду финальный зал или именно большой, где псевдогигант был? А вот и наш друг. Курт? Это ты? А ты кто такой? Что тебе? Колчак? Братан, ты что за мной сюда полез? Черт, мы же здесь оба сгинем. Как ты-то сюда попал? Погоди, еще не все пропало. Объясню потом. Скажи, у тебя осталась та зажигалка, что ты с собой все время таскал? Зажигалка? Представляешь, осталась. Уроды ее не догадались отобрать. А тебе она зачем? Ты же курить бросил. Да сейчас не до курева. С помощью этой зажигалки мы отсюда выберемся. Подносит жетон к пламени зажигалки. Смотри, как он заблестел. Теперь мы спасены. Ну ты даешь, брат. Тоже что ли спятил, как тут вояка? Просто доверься мне, я скоро вернусь. Ну и... Давай сначала попробуем в дверь зайти. Но мне кажется, что все-таки... А, нет, метко сюда. Ладно, не будем изобретать велосипед. Бежим просто куда указано. И что здесь? Я все еще оружие доставать не могу. Не знаю, задумано ли так. Вот тут какой-то телепорт. Прыгаем в него и... Я нашел выход из лаборатории, но курт остался там. Я не могу его бросить. Я вернусь. Продолжение следует. Ну и все, это хорошая концовка получается, да? И будет продолжение. Ну как-то непонятно в конце получилось. Ну ладно, что могу сказать? Мод мне в принципе понравился. Как я уже сказал ранее, концептуально простой и при этом интересный. Всякие загадочки, паркурчики, головоломчики мне в принципе понравилось. Ну и осталось у нас всего два мода. Вроде бы посмотрим, что к чему. Получается, следующий будет от какого-то другого разраба. Я не помню название. И последний будет от Крима. А хз, доработал он там его или нет? Но даже если не доработал, но я уже на пофиг запущу, что надо уже добить конкурс. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующее видео по сталкеру. Фоловьтесь на твич, стримлю там. Заходите в телегу, все новости и анонсы в ней. Всем спасибо, все свободны. А еще в описании ссылка на плейлист со всеми модами с конкурса. Можете заценить остальные, если их еще не видели. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok